Здравствуйте! Думаю, раз вы смотрите сейчас этот фильм, то вы здравствуйте. Уже здравствуйте! Если бы вы были мертвы, вы вряд ли бы могли смотреть этот фильм. А этот фильм как раз о том, чтобы здравствовать полноценно, это быть не просто похожим на человека, а быть человеком. И как это осуществить, мы попробуем с вами вместе, прямо здесь, сейчас, разобраться с помощью того, что вы видите. А видите вы все метафорически? Все? Да-да? Все, что можем мы представить себе, все, что мы знаем, все, что мы чувствуем с вами, все сейчас вы видите перед собой. Что? Не очень понятно? Хорошо, облегчу вам задачу, правда, одновременно профанируя основную идею. Нарисуй, пожалуйста, круг посередине, во всю страницу. Все, что мы знаем, все, что мы чувствуем, все, что мы воспринимаем, и все, что можем чувствовать, воспринимать и знать, сейчас находится в этом круге. Что же тогда находится за его пределами? Трудно объяснить. И, наверное, для того, чтобы снять эту трудность, когда-то кто-то, типа Будды, решил породить новое понятие. Ничего. Или нирвана. Если в круге все, то за его пределами ничего. Таким образом была совершена некая первая спекуляция, философская. Мы взяли все, из него вырвали часть, и все впихнули в эту часть. А оставшееся назвали ничего. И стали жить внутри этого круга, который нам помог, сильно помог определиться, где же мы живем, с одной стороны. А с другой стороны, нас сильно ограничивали. Потому что каждый из нас начал рождаться внутри этого круга. Поставь, пожалуйста, точечку. Вот, например, это я. Я родился в этом круге и стал потихонечку набирать знания, мудрости, изучая этот мир. Сделай пару кружочков вокруг этой точки с нарастанием. Один кружочек, второй кружочек, ну и еще третий кружочек. Вот. Это знание во мне росло, росло. Я переходил на некоторые новые качественные круги познания мира. Но, как видите, был далеко, далеко от пределов знания человечества о самом себе, об окружающем мире. И чтобы достичь границы знания человека, то бишь границы знания человечества об окружающем мире, мне, наверное, пришлось бы стать очень большим специалистом в каком-нибудь направлении, чтобы достигнуть передовой, передовой в смысле в военном, передовой части знания, передовой науки, острия знания человечества. Такой вот с последнего круга пик до внешней границы. Сделай. О, отлично. Вот так вот как-то прорваться и стать одним из ведущих ученых какого-либо направления. И только достигнув и став передовым ученым, я заимел бы реальную возможность познать нечто новое. Нечто выходящее за сферу человеческих знаний. И включить что-то новое в то все, что мы знаем. Откуда? Из ничего. Я вдруг смог бы совершить некое чудо. Извлечь из ничего что-то и, в общем-то, приобщиться к божественному. К божественной способности сотворять из ничего все. По крайней мере, если верить священным книгам, Бог когда-то из ничего сотворил все. И вот, став передовым ученым, я тоже могу совершить это чудо. добыть новые знания из ничего и включить его в все. И тогда граница этой окружности, в которой включено все знания человечества о себе и об окружающем мире, немножко бы расширилась. И так может продолжаться и продолжается уже очень давно. А может быть, даже и вечность. Спрашивается, неужели для того, чтобы познать что-то из ничего и включить это во все, нужно стать передовым ученым. Предполагаю, что нет. Предполагаю, что каждый человек из любой точки этого круга, находясь внутри круга, может открыть нечто новое. Для кого не секрет, что часто говорят, все люди разные, все люди уникальные. И поэтому каждый, обладая своими уникальными способностями, может открыть что-то новое. Но как же тогда насчет границы? Как же он, находясь в глубине этого круга, может вдруг оказаться на краю и открыть новое? А очень просто. Край этого знания человека находится внутри каждого из нас. Та самая уникальность, у каждого из нас. И граничит с этим краем непознанного, с краем ничего. И вот из этой уникальности мы можем сделать шаг вперед. То есть, мы приходим опять к той же самой мысли, которая давно-давно была озвучена, в том числе греками. Познай самого себя. То есть, если человек познает самого себя и выходит за пределы знаний о себе самому, кто же лучше него самого, знает его самого, то он в этот момент чуть-чуть расширяет знания Вселенной, знания человечества о Вселенной. познания самого себя и выйдет за край самого себя. Точка. Субтитры создавал DimaTorzok